МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По факту гибели двухлетнего мальчика в результате падения с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, следователем Октябрьского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации причинение смерти по неосторожности. Следователи Следственного комитета установят все обстоятельства случившегося. Назначена судебная медицинская экспертиза. В рамках расследуемого уголовного дела следователи изучат условия жизни несовершеннолетнего, а также дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственных за воспитание малолетнего. Расследование уголовного дела продолжается. Рузаевские полицейские нашли тело без вести пропавшей местной жительнице. Женщина 1973 года рождения вечером 6 марта ушла из дома и перестала выходить на связь. В полицию об этом сообщила ее мать. Начались поиски, опрашивали знакомый пропавший, отрабатывался ее возможный маршрут передвижения. Ориентировки были переданы в республиканские средства массовой информации. Тело пропавшей нашли на территории одного из заброшенных предприятий Рузаевки под завалами кирпичей. Следователи и следователи криминалисты регионального управления Следственного комитета в рамках возбужденного уголовного дела устанавливают все обстоятельства произошедшего. С целью установления точной причины смерти погибшей женщины назначена судебная медицинская экспертиза. В ходе осмотра, проведенного следователем Следственного комитета, телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается. Еще два года и два месяца в колонии особого режима проведет уроженец Дагестана Арсен Аджиев. Осужденный отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера и убийство в одной из колоний Мордовии. С мая 2019 года по июнь 2021 года 38-летний мужчина в беседах побуждал других осужденных к террористическим действиям, а также оправдывал действия ИГИЛ, запрещенной в России Международной террористической организацией. Приговор Центрального окружного военного суда вступил в силу. 33-летний житель Старошайговского района проведет три года и шесть месяцев в колонии общего режима захоронения наркотиков. Летом прошлого года мужчина нашел на поле дикорастущую коноплю, собрал и высушил растения для личного потребления. Запрещенное вещество и приспособление для курения нашли в одной из построек на его участке. Полицейские изъяли марихуану общим весом 104 грамма. В 2020 году мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Хотела купить автомобиль, а лишилась немалой суммы денег. Жительница Лямберского района на сайте бесплатных объявлений нашла информацию о продаже «Лады Приоры». Она связалась с продавцом и обсудила все условия. Автор объявления сказал, что сейчас машина в Пензе, а сам он в командировке, поэтому, чтобы женщина смогла осмотреть авто и заключить сделку, он попросит помощи у знакомого. Неизвестный также предупредил, что обсуждать цену с ним она не должна, а все возникшие вопросы может задать ему по телефону. 14 июля она приехала в Пензу и приняла окончательное решение о покупке. Женщина перевела на продиктованный ей по телефону банковский счет 105 тысяч рублей как предоплату. Затем связь прервалась. После нескольких попыток дозвониться, она подошла к мужчине, который показывал автомобиль, и объяснила ситуацию. Тогда и выяснилось, что этот человек и есть реальный хозяин автомобиля. А уроженка Мордовии была обманута мошенником. По версии следствия, зломышленник скопировал объявление добросовестного продавца и выложил его на этом же интернет-ресурсе. Но стоимость автомобиля он указал значительно неже. А после общения с покупателем, он созвонился с реальным автором объявления и попросил показать автомобиль женщине, которая к нему подъедет. Но при этом все вопросы, в том числе и по стоимости транспортного средства, обсуждать он будет с ним сам. Сотрудники полиции продолжают поиски зломышленника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 июля в половине третьего дня в квартире дома номер 18 по улице Гожувская в Саранске произошел пожар. В подъезде загорелась сушилка. Причиной стало сжигание мусора на общем балконе. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Пламя потушили в кратчайшие сроки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стражи порядка нашли жители Рузаевки подозреваемого в краже лавочки из музея под открытым небом на улице Луначарского. Сообщение об этом преступлении поступило 13 июля. Злоумышленника нашли и опознали благодаря записям с камер видеонаблюдения. В отделе полиции он полностью признал свою вину и рассказал, что городскую собственность он разместил во дворе частного дома, где проживают его родственники. Лавочка была изъята. Расследование продолжается. Разыскиваются трое неизвестных причастных к краже из магазина. По предварительным данным, 19 июля около шести вечера они похитили с витрины магазина в торговом центре по улице Гагарина, 99А, три электронные сигареты. Приметы. Первому молодому человеку на вид 20-27 лет. Рост 170-175 сантиметров. Худощавое телосложение. Был одет в футболку белого цвета, джинсы черного цвета. При себе имел рюкзак черного цвета. Второму на вид 20-27 лет. Худощавое телосложение. Был одет в футболку черного цвета с желтым рисунком на груди. Носит бороду. Третьему молодому человеку на вид 20-27 лет. Рост 170-175 сантиметров. Худощавое телосложение. Был одет в светлый спортивный костюм. Всем, кому что-либо известно о личностях или местонахождении молодых людей, стражи порядка просят сообщить под телефоном. 8, код города 834-2-29-77-91 или 102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова